Ту-ла-ла, птички Миром правят птички Ту-ла-ла-ла-ла Так, у нас скоро прямой эфир в закрытой группе Поэтому здесь я так буквально на 20 минут Да, блёски вообще не отмываются Ну, точнее, я пока их не особо-то и отмывала Ладно, я перескак бы ищу Кстати, красиво Красиво Да, значит, знаете, хочу о чём поговорить Такая очень тема Анболевшим Анболевшим для большинства из нас Точнее, для русских людей Для русских людей, скажем так Знаете, я вот считаю, наше общество настолько лицемерное Честно говоря То есть для меня люди, которые Это закрытая группа Там будет тема про секс Сексуальная энергия, секс, секс-девайсы Разные форматы отношений Участие полторы тысячи В 10 часов уже там будет прямой эфир Сутки в записи Поэтому пишите в директ Вот там уже человек дохуимба Вот рассмотрим плюс какие-то ваши вопросы Так вот, тема Знаете, я всё, что уважаю в человеке? Я уважаю в человеке в первую очередь То, что человек не боится быть собой Для меня это, вот я поклон такому человеку Человек, который не скрывает то, что он ругается матом Бухает, неважно, курит То есть я уважаю людей за искренность Я уважаю людей за смелость Да, группа платная Я же только что объяснила Много раз делала в сториз И самые лицемерные люди Это, кстати, русские люди В большинстве своём, к сожалению Это правильные, максимально правильные люди Которые порно не смотрят Хуй не сосут Матом не ругаются Не курят Не бухают Мяса не... Конечно, святые Святые Мир, блядь, святых В нашей стране вообще не святые Все очень умные Но при этом все очень бедные, блядь Так вот И за последнее время Я часто слышу какой-то свой адрес Мне там Кто, блядь, какую-нибудь хуйню напишет очередную Многим я отвечаю Многих просто уже Просто в блог, блядь, херачу Потому что заёбывает Реально, люди заёбывают Заёбывают своей тупизной Очень тугие люди Настолько тугие, блядь Что я даю информацию Люди её не читают Да, как бы Я даю, блядь, как бы Ну, просто, как бы уже, блядь Уже для совсем дебилоидов, да Я уже выкладываю какие-то там штуки Чтобы, да, люди Хоть как-то начали приходить В осознанность Вот, тоже люди не читают Так вот И Меня всегда поражала в людях Вот эта правильность, блядь Вот эта такая лицемерная правильность Я столько встречала таких людей Для меня самые адекватные люди Это вот, знаете, люди Которые не боятся быть собой Вот Которые могут поржать Стебануться Над собой посмеяться Ругаться матом Поддунуть, блядь, да То есть И вот это тоже мне нравится Что люди почему-то всегда думают Что я нервничаю Бля, ребят Вы просто, наверное, все мёртвые Вы мёртвые, тухлые люди К сожалению, вы не амбициозная Курску Вы не амбициозная Я так выражаю эмоции Я ебанистический, блядь Вот такой человек То есть, понимаете, блядь Я выражаю всегда эмоции Очень ярко Если это хуёвые эмоции Я буду их ярко выражать Если положительно Я буду их ярко выражать Я могу разъебать, блядь, что-то Если я там в ссорусь, да Если мне что-то, блядь, не нравится Я им ещё раз могу разъебать Потому что я эмоциональный Вы нихуя не эмоциональные Вы тухлое говно, блядь Реально Тухлое говно Протухшее Вы не умеете свои эмоции выражать У вас их нет, блядь Вы просто рыбы Вас даже трахать, наверное, блядь Как, блядь, я не знаю Как дерево вы Потому что я, пожалуйста, представляю Как вы, какие вы секси все Абсолютно Где ваша страсть, блядь Где ваш огонь Где вот это, блядь Где вот это Почему у вас этого нет, блядь Почему вы не выражаете Не умеете выражать свои эмоции ярко Я обожаю ярких людей Я обожаю, когда Если я ругаюсь с человеком То это пиздец Пиши пропал То это будет, блядь, летать Всё Потому что я вот так выражаю эмоции Я не люблю их себе держать Мне похуй, что кому-то это не нравится Я не подавляю Я не могу подавлять свои Во-первых, я не понимаю Нахуя мне их подавлять У меня произошел всплеск эмоций И я его хуйнула Этот всплеск, правильно? И поэтому у меня эта эмоция Она вот такая И если там меня что-то задевает То я это покажу Как, блядь, меня это задевает Да, то есть Панин, ну, у Панина свои причуды Как бы, вот Не мне его судить И не вам его судить Хз, блядь, среди нас какие еще Может быть, намного круче, чем Панин Вот В порно не снималось Если порно я сниму Это будет охуенная красивая порно Для нас с мужем, блядь Вот и все Так вот И у людей нет эмоций Они абсолютно безэмоциональны Вообще во всем Люди всегда удивлялись моим эмоциям Да, потому что я могла спусту То есть я могла пойти в метро Например, да И там со своим мужем Мы могли в щи поссориться И это было в такой щи Что, блядь, в его сторону Блядь, я не знаю Летела сумка Это было среди людей Потому что я никогда У меня не было вот этого Знаете, блядь, что сейчас люди скажут Так нельзя, надо заблакать Нельзя плакать на людях Нельзя смеяться на людях Нельзя А мне похуй Если мне плохо Я могу заплакать Среди аэропорта Как у меня был один раз Я прохуярила, блядь, свой рейс Да Я просто разревелась Я села, блядь, прям посередине Там, блядь, толпа людей Я села, прям вот так Портфель кинула Села посреди аэропорта И просто стала плакать, блядь Вот, и мне стало срать И мне всегда это было срать А вам же всем есть дело До других людей Вам всем есть дело До того, что кто подумает Кто о вас что скажет Бла-бла-бла Бла-бла-бла И как Нельзя ругаться матом Потому что никто не ругается В обществе не принято И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Нельзя там Показывать голые фотографии Детям Потому что, блядь, сломаются Психи Ебануться Ребки гнуться Ты думаешь, блядь Да общество Наглухо больное Реально И что Да похуй, они же будут Не в вас сумки кидать Понимаете Вы как бы Вы под чем, блядь Я под жизнью Ёпта Что за вопросы тупые И опять Тоже, да Вот вы под чем Вот все вы Под чем Типа Вот такие тухлые Нудные Занудные Абсолютно не амбициозные Несексуальные Большинство из вас Нездоровые Нетворческие Вы все под чем Можно вас Вот просто спросить Блядь Задать вопрос У меня нету Даже объяснение этому Вы ничего Вы вообще ничего В жизни своей не делаете Не творите Где ваш творец внутренний Типа Вот где он Где Где ваша Где ваша Охуенная у всех жизнь Реально Почему вы все смотрите Сейчас меня, блядь Они наслаждаются Я не знаю, блядь Чем-то, блядь В жизни Охуенным Блядь, почему Почему вы все Эээ Эээ Это, блядь Для меня это вообще Как бы Все такие охуеть Пиздатые Но при этом все почему-то В жопе, бля Реально Просто в непросветной жопе И когда человек Может радоваться И свои эмоции Вот так Бурно выражать Первый вопрос Вы под чем? Блядь, может быть Вы под чем-то Может быть вас нахуй, блядь Оглушило чем-то Что вы Вот так, блядь Живете, как амеба И у вас И мысль, блядь Одна за день, блядь Наверное, пролетает Понимаете? Вот реально Вот так И все А я люблю жизнь, блядь И поэтому я И вот такой я человек И когда И не задавайте мне больше Такие тупые вопросы Пожалуйста Не могу, блядь Не могу Я, если меня несет То пизда-то А по поводу того Что если все будут люди Так себя вести Ребят Да люди будут здоровыми Здоровыми они будут Потому что они будут Выражать свои эмоции Понимаете? Они не будут их блокировать И они не будут Друг друга убивать Они эти эмоции Будут выражать По отношению друг к другу Это их дело Не ваше дело Но когда люди блокируют Эмоции по отношению К кому-то Да, например Хуесосят начальник на работе Они, блядь, это говно жрут Или их там Хуесосят дома кто-то Они тоже это жрут И что получается? Что эти люди блокируют Злость, агрессию И в итоге, блядь Идут пулять, например Куда-нибудь Во двор других людей Потому что Ну, видите ли Нельзя Там против родителей Что-то сказать Против босса нельзя сказать Против учителей Да? Нужно свои эмоции сдерживать В плане Вот вы сдерживались В итоге, да? Что большинство людей Ходят к Нет, гола не будет Ходят к психиатрам К психоаналитикам Потом люди в 30-40 лет Не знают вообще, блядь Что хотят в жизни Проблемы с сексом Проблемы со всеми Блядь, ну короче Полная, полная пизда А все от чего? От эмоций Потому что нет Выражения собственных эмоций Потому что вы не можете По-настоящему смеяться Вы не можете По-настоящему плакать Вы не можете По-настоящему выразить Свою злость Агрессию Неудовольство Да? Вы все жрете И все хаваете Это, кстати, пример Нашего общества Когда мне пишут, например Хую всякую И говорят Вы неправильно реагируете Вы там охуели Вы реально В конец Что все охуели Люди, когда мне пишут Что я должна принимать критику Я говорю Сосните хуйца Реально Сосните хуйца Почему я должна жрать Какую-то критику Которую мне лично Вот мне неприятно Например, человек написал что-то Что мою эмоцию Мне неприятно Ну просто, знаете Вот он мне написал А я не согласна Мне не нравится И я такая должна Вот так подумать И принять это Вот вы правильно понимаете Типа Я должна это принять То есть я должна Принять дерьмо От никакого-то Неизвестного мне человека Который мне вообще Никто, блядь И звать его никак Я должна принять это говно Согласиться с ним И схавать И таких, как вы И таких людей Их будет ебанистически много Потому что каждый поймет Что я могу это схавать Такие только А, ну так она же это схавала Давай еще накинем сверху Блядь, коколей Да, вот таких больших Кучку еще наложим Еще В дом открыла дверь Да, свою Типа, сами делюсь своей жизнью Кто-то пришел Навалил кучу Ну один увидел Что я кучу нормально схавала Второй навалил Третий Так общество терпилы Я так и называла У меня был пост Он назывался терпилы Потому что люди все терпят Терпят, что их обманывают Наебывают Что им высказывают Блядь И все вот это терпят И потом люди сидят Когда ж, когда ж прорвет Когда ж народ станет с вилами Когда ж народ И все это Как в Чаполино Типа, мы вели налог на воздух А они перестали дышать Вот это будет Для прорусских людей И русские люди Они терпилы И они привыкли терпеть И хотят, чтобы терпели остальные Вот это для меня Блядь, это вообще потрясающе Как это вообще Мне непонятно То есть люди хотят Они сами терпят говно И хотят, чтобы остальные терпели Накусь и выкусь Блядь, с какого-то хуя Я должна терпеть Какую-то Получив табло Мне не нравится Получив табло Все Тем более, когда Я не поняла Астома, блядь Кто такой астома Хуема, блядь Астома Что за хуйню Астома ты мне, блядь, пишешь Хоть вначале сформулируй Ну, пожалуйста Думай Думай, блядь Прежде чем писать И сформулируй Свою мысль Хоть как-то, блядь Чтоб я ее поняла А не то, что ты, блядь Сейчас написал Какой-то каламбур, блядь Ебанистический Который я даже вообще Не, блядь Мой мозг вообще, блядь Сейчас ломается От того, что ты пишешь Липа проваливай, нахуй Вот И да И поэтому люди Люди похуесосят друг друга Им нравится Хуесосят друг друга Они, блядь Прямо кайфуют Хуесосят, хуесосят И получается так Что они хуесосят И вдруг, когда ты им Даешь большого члена соснуть И они в итоге, да Или, блядь Без вазелина У них, блядь Как это так То есть они удивляются Они удивляются Что они Не получилось Понимаете И, блядь Им обидно, что не получилось Со мной не получится Не прокатывает Понимаете Как бы я эту всю херню знаю Я знаю И в детстве Это же с детства Заметьте В детстве такая херня В детстве начинают хуесосить Дети Детей Правильно Причем все идет откуда Блядь Тоже из общества И дети Заметьте Слабых начинают гнобить Они их начинают гнобить И родители К сожалению Не научили Своих детей Что если кто-то Тебя гнобит Бей, блядь Просто бей Потому что там вообще Бесполезно разговаривать Ну реально Там реально бесполезно разговаривать Со многими людьми Бесполезно Я пробовала Я вступала в дискуссии Это не Это мало кто людей Вообще понимает Мой язык Реально Люди Больше понимают Когда им просто Их бьют К сожалению Вот и все И поэтому И поэтому Детей Изначально Если мы Идем в обычную школу К сожалению Школа Бля пиздец Это бывает Как настоящая Не знаю Там концлагерь И дети Дети с разных семей Часто бывают Очень неблагополучные Там бесполезно Как бы вообще Даже на детей Как-то воздействовать Потому что там Родители Там надо на родителей И когда нормальных детей Нормальных Начинают хуесосить Вот такие дети Из неблагополучных Да Часто дети терпят Ну типа Они там Не могут ответить Да Все И детей Таких ломают Реально Они вырастают Они неуверенные В себе Со сломанной психикой Да Потому что Не учат Потому что Учили терпеть У нас Религия учит Терпи Бог терпел И нам Бог велел Бля И бла 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 И у вас Так вот Эти программки Босс Дрючит вас Терпите Работа Не нравится Терпите Муж Бухает Бьет Терпите Страна Юзает По вас Терпите И вот это Все Терпи Терпи В итоге У кого Просто Сносит Крышу Либо Самоубийство Либо Бухло Вот Бля Ты мне Так Заебал Астима Заебал Сваливай Пиздюк Ебаный Да Вот И Опять Вот тоже Люди Бля Пишут Мне что-то Пишут 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 Мне интересно Психологии Этих людей Нахуя Мне это Люди Пишут Они Выводят Меня на Эмоции Чтобы я С ними Вела Какую-то Дискуссию Или что Тоже Непонятно Вот Но Да Он уже Съебался Он уже Съебался Таких У меня Сегодня В блок У меня Каждый день В блок Попадает По несколько Человек Вот Это Потрясающее Мое Наблюдение Но Я просто Перестала Принципу Если люди Ставят Какие-то Типа Знаете Там Лайки Под моим Под постом Каким-то В мой адрес Нехороший И они Ставят Вот Поэтому Да никак Они не называются Просто Выбриты виски Да Чувство Вот И поэтому Я просто Их Ставлю Тоже В блок И Люди Я вам так скажу Знаете На что Летят Люди Летят На живых Людей Люди Летят На энергию И на энергию Летит Все Как Хорошее Так и плохое Я имею ввиду Не то Как высокая Вибрация Так и низкая И на людей Ярких Я имею ввиду С очень яркой Энергией Качающей Движ Движдающей Будет лететь Абсолютно Все Вообще Все И поэтому Таким людям Чаще всего Которые Такое пишут Им не хватает Собственного Ресурса Им не хватает Собственной Собственной Энергии А по поводу Мозга Как раз мы Сегодня В закрытой Группе Поговорим Про мозг Я русская Про мозг Про работу Мозга Вот смотрите Я вам объясню Что такое мозг Мозг Это по сути Такая же мышца Как и Ваш Я не знаю Ваше тело Ваш бицепс Ваш пресс Это Сохраню Это точно Такой же Абсолютно Точно Такая же мышца И мы Мозг Нужно Качать Понимаете Да сейчас О чем я говорю Многим приходится Почему приходится Потому что Они живут На чем На выживании Все Вот Таро Акс Таро У нас пока Неизвестно Когда будет Так вот Ну а почему Они так живут Это чья вина Чья то что ли Вина Это их вина И они выбрали Эту жизнь Не надо только Говорить что Блядь Пиздец Все хуево Люди Инвалиды Люди Какие то То есть я могу Вам привести Примеры Есть люди Чувак без ног Без рук Блядь Который Имеет жену И нескольких детей То есть Все отговорки Вы всегда найдете Отговорку Всегда Ваш мозг Всегда найдет Так вот Ваш мозг Ваш мозг Всегда находит Отговорки Нихуя не дел По жизни Вот и все Так и А заебок Охуенное слово Еще и Ёб Так классное слово И Разъеб Тоже классное Так вот И мозг Это такая же мышца И если мозг Не качать Он деградирует Ваше сознание Сужается И превращается Вот блядь В маленькую коробочку То есть Вы видите Блядь Вот как лошадь Вот так Скоро шило 15 числа Приедет Вот И значит Ваш мозг То есть Как работает Например Мой мозг Да Тем же самым Снималась Тренировала Писала Мой мозг Работает так Что я еду На байке Одновременно Слушаю музыку Одной Рулю Просматриваю Какие-то Мне нужные Магазины Смотрю Читаю Чье-то сообщение Или читаю Умудряюсь В этот момент Отвечать Рулить То есть Мой мозг Имеет сразу Несколько задач В голове И с несколькими Задачами Многофункционально У меня Плюс Я огромное количество Читаю книг И слушаю Разного рода Лекций На разные темы Иногда на темы Которые мне даже Вообще непонятны Я вообще Во все Сразу Мне интересны Психологии Работа мозга И Психоактивные Вещества Я все Способы Пробую И секс И оккультизм И блять Вообще Все Я во все Сразу Мне все интересно Я сразу же Пытаюсь Максимально Все изучить У меня Как щупальца Мозг Реально Мне напоминает Как щупальца И он Туда Туда Тянется И поэтому Для меня Люди В большинстве Своем Очень Медленные Я редко Встречаю Людей Таких же Быстрых Как я Потому что Я быстро Говорю Я могу С одной Темой Перескочить Резко На другую Тему Если я еще Разгоняюсь Например Или меня Какие-то Вещества Могут Разгонять То все Пиздец Вообще То есть Я могу Просто Вот так Фигачить Огромное Количество Идей Глобальных Приходит Реально Настолько Глобальных Что Они у меня Все Умещаются Потому что Мой мозг Настолько Не имеет Никаких Ограничений Он абсолютно Open mind То есть У меня нет Понимать А что У меня есть Знаете Как А что Если Не Мужики Тоже Так Могут Если Нейронную Сеть Свою Будут Выстраивать Могут А что Если И у меня Ну вот Например У меня нет Такого Что Этого Не может Быть У меня Все Может Быть Мой Мозг Так Работает Типа Я вообще Как бы Я к реальности Отношусь Настолько Что Все Может Быть Что Я Никогда Ничего Не Исключаю У меня Нет У Каких Убеждений Касаемо Есть Очень Такие Мелкие Какие-то Знаете Такие Они Бытовые Например И то Такие Унаследованные Мною Какие-то Вот И Я Редко Прослежу Но В основном У меня Вообще Отсутствует Потому что Я Общаюсь С Очень Разными Людьми Очень Много Людей Творчества В моей Жизни Это Все Творчески Это Все Очень Очень Свободные Люди Свободные По Восприятию Мира Да Никак Не Реагировать Все Я Шизофрения Так Я Сейчас Вас Найду Кто Ж Вы Так Лов Вов Лов Вас Тоже Надо Заебашить Отсюда Скучаю Ой Я Тоже Скучаю Лов Я Хочу Сказать Что Шизофрении Больны Конкретно Вы И Прикиньте Что Вот Вы Сейчас Объясню Что Вы Сделали Вы Настолько Некомпетентны Вы Настолько Вы Невежда Самая Настоящая Мне Стыдно Что На меня Подписаны Такие Как Вы Таких Нужно Просто Банить Причем Чтобы Все Блогеры Вас Банили Я Об этом Скажу Все Чтобы Вас Отбанили Почему Потому Что Вы Сейчас Поставили Диагноз Совершенно Неизвестному Человеку Если У меня Была Ушатанная Психика Я Возможно Даже Это Тогда Схуя Ты Здесь Делаешь Съебись Дорогая Так Вот И Возможно Я А я Зайду К вам На страницу Обязательно Посмотрю А Вы Такая Как Вы Закроете Вот Такая Как Чаще Закроет Страницу Сделаю На вас Обязательно Анонс Я Вас Прорекламерю Вы Психолог Так Вот Да И Такие Люди Это Настолько Бля Ебать Это Такие Это Самые Жесткие Врачи Скорее Всего Которые Вот Так Ставят Диагнозы Здоровым Чаще Всего Людям Есть Огромное Количество Советских Кстати Видосов Я Просто Реально Здоровым Людям Загубили Лоботомией Всякой Хуйней Таблетками Сколько Вы Бля Вот Из-за Таких Как Вы И Реально Таких Людей Самих Нужно Таблетками Хуярить Потому Что Мне Обидно Я Смотрела Было Несколько Записей Про Шизофрению Сидели Вот Такие Люди Ставили Диагноз Абсолютно Нормальным Людям Причем Слушаешь Понимаешь Что Там Там Нормальная А вот Эта Хуйня Сидит Абсолютно Ненормальная Она Такая Бля У вас Вот Типа Какую Марихуану Тупица Ты Хоть Бля Ты Что Свечку Держала Тупизна Бля Какая Марихуана Где Марихуана Бля Пизда Бля У меня Сейчас Мозг Зарвется Где Я Курила Марихуану Идиотина Какую Марихуану Вот Из-за Таких Как Ты Реально Уебки Уебки По другому Не сказать Марихуану Я курила Где Косяк Это Трава Дура Это Не Марихуана Это Травочка Табачок Косяк Я курила Ты Хоть Поизучай Что Такое Марихуана Что Такое Психоактивные Вещества Что Такое Эйфоретики А потом Вообще Что Говори Что Вырезала Какая Хуйня Которая Даже Не Подписана Вы Знаешь что Вся Америка Все самые известные Сценаристы Режиссеры Актеры Курят Марихуану Кто Они И кто Ты Я лучше буду Быть таким Шизофреником Курящим Марихуану Который Будет Реально Гениальным Чем Таким Ботаном Задротом Как Ты Марихуану Я Курила Вот Такой Косяк Поняли Курила Бульбулятор Бульку Знаешь Такое Вот Есть Обязательно Сделаю Такое Реальное Сделаю Обязательно Стебный Для Таких Для Таких Как Она Сделаю Или Кто Там Я Не Знаю Сделаю Да Представьте Вот Такие Люди Работают В Больницах Еще Часто Такие Люди Работают Психологами И психиатрами Что Вообще Ужасно Их Нужно Я не знаю Таких Людей Нужно Изолировать Потому Что Они Ставят Не Просто Диагнозы Они Здоровых Людей Пытаются Сделать Больными В Наркотиках Марихуана Дорогая Моя Не наркотик Ты Вообще Некомпетентна Ни в чем Абсолютно Вот Ты Твоя Компетенция Причем У меня На Попе Вот Это Твоя Компетенция Марихуана Марихуана Наркотик Ты Где Сука Живешь В Каком Поселке Да Они В больницах Работают Вот Это Вот Работает В Больницах Марихуана Наркотик Пиздарики Конечно Да Ишь Все Такие Умные Причем Даже Не Разбираешься В Этом И Говоришь И Говоришь Об Этом Ты Как Как Ну Понимаете Представьте Это Люди И Они Нас Окружают И Не Дай Бог Они Врачи Или Они Психологи Или Они Работают Сумственно Отсталыми Там Да Например Ну Не Дай Бог Представляете Как Они Лечат Чем Они Лечат Со Своим Сознанием Их Вообще Нельзя Допускать До И Думаешь Здрасте До Свидания Я Знаю Я Очень Слава Богу Что Ты Не Доктор Дорогая Моя Тебе Вообще Нельзя С людьми Тоработать По Сути Ни С Какими Даже С Животными Да Моя Кисочка Здесь Я Очень Люблю Быть Грубой Я Люблю Быть Грубой Я Люблю Быть Доминантом С Женщинами Например Мне Нравится Доминировать Женщинами Это Очень Круто Вообще Всякие Секс Игры И Хорошо Вам Не Надо Не Не Хочу Такого Прикидывать Ну Она Детям То Скажет Марихуа Бля Там Вообще Программа Представляете Сколько Человека Программ Под Программ Программ Под Программ В Программе В Программе Блядь Она Нихуя Не знает Живет Абсолютными Чужими Убеждениями Что Наркотики Это Плохо Марихуана Это Наркотик Секс Тоже Плохо Шизофрения Это То Она Где-то Начиталась Всякой Хуйни Короче У нее Даже Собственного Опыта Скорее Всего Таких Людей Вообще Нет Собственного Опыта То есть Они Ничего В своей Жизни На себе Не пробовали Вообще Ничего Не пробовали Ни наркотики Вообще Ни секс Ни практики Определенные Я думаю В принципе Если сейчас Позадавать Вопрос Такому Человеку А вот Что Вот Это Пробовала Вот Это Как Это Влияет На Мозг А как Это Влияет На Мозг Кстати Общалась С шизофрениками Или с больными Людми Я вот Да Чем Что Вообще Что В голове Происходит Поэтому Поэтому А Ну Вы Это Мне Точно Знаете Правильно Вы же Уже Сделали Про Меня Короче Вы Мне Так Заебали До Свидания Ой Сейчас Я смотрю Эфир Сейчас Короче Надо Ее Нахуй Послать Просто Заебала Честно Я Пробовала Все Кроме Химии Ну Типа Жесткой Химии Что Такое Химия Хотя Надо Разбираться В этом Есть Растительные Психоделики И Растительные Например Опиум Мак Это Растение Это Растительное Это Кстати Опиум И Чтобы Вы Понимали Он Например Действует Как Анестетик Обезболивающе Сильное Потом Есть Грибы Есть Трава Любая Трава Любые Грибы Психотропные Это Все Психоактивные Вещества Которые Созданы Самой Природой То есть Айхуаска Которая В Перу Лечит Если Что И Все Эти Наркотики Используются Как Лечение Это Так Для тех Кто Нихуя Не Понимает Вот Есть Химоза Которая Изобретается В лаборатории Для того Чтобы Покосить Народ Это Героин Который Изначально Был Лекарством Тоже Но Его Кокс Это Тоже По сути Химия Вот Но Хороший Чистый Кокс Колумбийский Выходи Где Найдете Кокс Разгоняет Очень Сильно Мозг И Вы Грибы Ну Я Много Грибовала Очень Охуенно Это Расширяет Твой Мозг Типа Твою Ты Вместо Айфона Блядь Пятого Становишься Айфоном Десятом Вот Так Работает Грибы Они Твою Нейронную Цепь Расширяют Нейронные Сети Понимаете Вот У человека Есть Мозг У него Определенное Количество Нейронных Соединений Которые Отвечают За все ЛСД Ну Тоже Нормально Так Вот Грибы Расширяют То есть И ты Вот так Становишься У кого-то Блядь Будет Вот так А у тебя Будет Вот так Это Так Действуют Грибы Вот И Химозы Да Это Героин Винт Это Синтетика Спайсы Это Все Химозы Это Хезе Как Это Варят Как Все Это Делают Я даже Не в курсе Мне Не надо Это Знать Этого Я Ничего Не пробовала Хоть Нет Было Конечно Что-то Возможно Пробовала Вот Но Это Не Заходит Она Всегда В депресснях Волит Она Всегда Разрушает Как Раз Твой Мозг Вот Есть Эйфоретики Да Просто Послушайте Шульгина Шульгин Изобрел Такой Тайгу Да Называется И МДМА Это Один Из Самых Сильнейших Эйфоретиков И он Называется Еще Наркотик Любви Вот Блядь Че Вы Не Съебетесь Я Просто Не Понимаю Че Вы Не Съебетесь Вы Знаете Что Такой Грибы Пола Стэмоца Дорогая Моя Послушай Ты Из Деревни Хуева Тутуев Ты В каком Веке Блядь Живешь Грибы Ест Весь Мир Уже Давным Давно Кроме России Грибы Легалась Во многих Штатах Дура Если Что Грибами Лечат Шизу Если Что Гриба Восстанавливает Мозг Лечат От Заикания Лечат От Инсульта Дорогая Моя Это Делают Грибы Если Ты Такая Тупая Некомпетентная То Просто Съебись Ну так Тупая Блядь Потому Что Блядь Это В России Блядь Это Запрещено И говорят Что Это Плохо А вы Как Попки Дураки Повторяете Это Плохо Это Плохо Вот Это Ты Зато Бухать Блядь Хорошо Да И Курить Сигареты А Грибы Это Плохо Ты Хоть Почитай Что Такое Грибы Ой Ебанько Ты Ебанько А Давайте Мы Все Все Вместе Лов Вов Пошлем Нахуй И Она Уйдет Давайте Мы Все Пошлем Нахуй Просто Она Так Заебала Реально Да И Грибы Да Тебе Не надо Не курить Не бухать Ты Так Тупая Куда Тебе Курить И Бухать Господи С Твоим Уровнем Сознания Тебе Блядь Тебе В принципе Ничего Нельзя Нахуй Нахуй Смотрите Сколько Людей Вас Это о чем Говорят Идите Нахуй Давайте Вот Нахуй Все Присоединяются Правильно Давайте Вот мы Вас Попросим Пойти Нахуй И вы Пойдете Уже Наконец Да Отлично Отлично Прощай Лов Уже Смотри Сколько Тебе Да Нет Наоборот Посмотрите Пола Стематса Интервью Человек 40 лет Изучал Грибы И влияние Грибов На мозг Да И как Он вылечился От заикания Вот И как В принципе Грибы Да Я ржу Заметно И как В принципе Грибы Изменяют Сознание Человека Да И позволяют Ему В принципе На Как раз Грибы Лечат От депрессии Если что Грибы Прописывали Даже Людям Находившимся В глубокой Депрессии Микродозинг Вот И микродозингом Да Человек Вылечивался Потому что У вас Много Страхов Ну Типа Потому что Все наркотики Именно Растительные Они Все ваши Страхи Поднимают Снизов Наверх То есть Если вы Чего-то Боитесь А 99% Боятся Вообще В принципе Всего Боятся Даже Жизни Вот Поэтому Они Все Тусят В интернете И в интернете Они все Очень смелые Но Встреть Ты этого Человека На улице Просто Встретишь Если ты Человека На улице Который Здесь Очень Смелый И который Начинает То хуесосить То какую-то Хуйню Говорить Попробуй С ним Вступить В дискуссию Он обосрется Прямо На месте Обосыться Обосрется Потому что Он тебе ничего Не скажет Он будет Запинаться Заикаться Потому что Он только тут Смелый Потому что Здесь ему Не прилетит Ничего И потому что Здесь можно Сидя на диване Почесывая Жопу Показать Какой я Охуен Умный А в реальности Ты что В реальности Я таких людей Встречала Они тебе Вообще Ничего Сказать Не могут Поэтому Боюсь Уже Нихуя Не боюсь Я мне кажется Уже Ну как бы Смерти У меня уже Многие люди Умирали И папа умер И брат умер Животных я теряла Да Причем на руках На своих Высоты Скорости Переездов Что блядь Как бы Я не знаю Я просто не понимаю Чего можно бояться Перемен Но это все Не ко мне Вот 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 Вишневский Вот Пол Стэмец Потрясающий дядька Я его слушала Я просто Вот так делала Это так Это круто Это круто Я прям два часа Кайфанула от него Я бы с ним хотела Лично познакомиться Потому что он такие вещи Говорит Он мне Вау Вот просто Вау Так вот И страхи Грибы Трава Грибы Больше всего грибы Конечно Айвазской грибы Они все ваши страхи Поднимут Вот так Вообще все Все чего вы боитесь Причем очень Глубокие страхи Грибы в России Не то что нельзя Можно Но не стоит Почему Потому что грибы Обязательно нужно Приобретать Там Где их Собирали На месте Их произрастания И Желательно Чтобы они Росли На Как бы сказать В естественных условиях То есть Чтобы их не выращивали Дома Потому что Хезе Блять Чем Ну представьте Вы не знаете Чем эти грибы Грибы Чем эти грибы Удобряли Вы же не знаете На 100% Их могут удобрять Чем угодно Всякая химоза Это уже будут Не грибы Это уже будет Химозина Поэтому грибы Если грибы Приобретать Или где-то Кушать То только там Где они растут Это первый И чтобы они В естественных условиях Потому что они В основном Просто Где-то на поляночках Растут И удобряются Они дерьмом Обычным дерьмом Коровьим Или слоновьим В Тае Это слоновье дерьмо Они прям растут Из дерьма Слоновьим Здесь на Бали Это коровье говно Поэтому Ни в коем случае В больших городах Не покупать Такие наркотики Потому что Бля Ну вообще Ну можно Амстердам Там леголайс Там они отвечают За качество Там ты не съедешь В России Вам специально Продадут Грибы Прокапанные Какое-нибудь дерьмо Типа Грибы есть Которые прокапывают Спайсами И спайс Это специально Искусственно Созданный наркотик Чтобы покосить людей Потому что Я пробовала Прокапанную траву Я могу сказать Что меня чуть не выкинуло Из тела В прямом В переносном смысле То есть Круто Вот И только в лесах Только естественная Естественная Почва То есть Да Потому что У кого какое сознание У кого отупляют У кого наоборот То есть Типа Все зависит От уровня сознания Если само сознание Медленное Мозг медленно работает Ну Сам по себе Он конечно же Блядь Еще будет медленнее работать То есть Такие вещества Как трава Например Она нужна Очень активным людям Понимаете Очень активным Гиперактивным Таким как я Чтобы немножечко Притормозиться Да То есть Вот как раз Нам нужно А людям Которые вот такие Ну типа Как бы вообще Блядь Амебные Да И нельзя вообще Употреблять Такие наркотики Потому что Хотя например Грибы их разгонят Да Вот Потому что Грибы они разгоняют Как раз Они разгоняют Ваше сознание Они вот так Вам разгоняют И грибы Я же объясняю Да Что ни в коем случае Не покупать У кого-то Лишь бы Как бы Плюс Грибные трипы Обязательно Должны быть С проводниками Это в первую очередь Это самое главное Если вы хотите Сами где-то Хапануть И особенно Где-то в городе Вы долбанутый Это вот Сто процентов Вот И поэтому Ну конечно Если мозг Сам по себе Медленно Я же объясняю Когда сознание Медленно работает Само по себе Оно медленное Да Вот есть люди Они медленно думают Блядь Медленно Да нет А почему Нет Блочит За Похуй Люди Разные же здесь Эфиры ведут Вообще похер Если бы я делал Какой-то пост На эту тему Тогда Туда Да Блядь Сколько длится По-разному На самом деле Вот видите У вас опять страх И это называется Бессознательное То есть Я объясню Да Есть такая Работа мозга Что она Есть Коллективное Бессознательное Все коллективное Бессознательное Держится на ваших страхах И вот смотрите Вы подумали о страхе Я о нем не подумала Но вы подумали Наперед За меня уже даже Это хуево На самом деле И это говорит о том Что вы часто думаете страхами Вы часто думаете Ой блядь А что же А то же А то же И вы сами себя Программируете На эти страхи И когда вы боитесь Вы притягиваете Ту же самую энергию Поэтому страх Он порождает страх И поэтому людей Запугивают Всегда запугивают Так люди живут Они не могут Рай Это отсутствие страхов Это жизнь в любви Там где есть любовь Там нет страха На самом деле Вот И люди очень боятся Что-то обсуждать Говорят Говорят шепотом Если бы вы Были смелы Если бы вы Перестали бояться Очень бы сильно Изменилось общество В котором бы вы жили Очень сильно Вам не смогли Больше регулировать Вам не смогли Больше манипулировать Никак Потому что Вы перестанете бояться Потому что Вы в плане блядь Вы бы реально Стали бы понимать Кто вы есть Что вы имеете Свободу Вы имеете свободу Самовыражаться Потому что Сколько раз Меня уже ребят Сколько раз Меня уже блочили Блядь Если бы я каждый раз Сворачивал И говорил Ну все блядь Тогда бы вообще Ну блядь Ну я так не могу Я всегда иду Иду вперед Иду до конца Я не понимаю Как можно сдаваться Это же ваша жизнь Это единственное Что у вас есть И когда вас отнимают Свободу Вами начинают Манипулировать И вами начинают Внушать что угодно Начинают развязывать Войны Причем заметьте Войны не идут Войны идут Только благодаря тому Что вы эти войны Верите на самом таки деле Да И вы сами Эти войны Поддерживаете Своим страхом Да Вам где-то Что-то сказали Там что-то там Там что-то произошло Вы это поверили Блядь И все И так людьми Информационная война Информационное манипулирование Манипулирование Вашим сознанием Это самое сильное И сейчас Все сознания Захвачены страхом Все люди боятся Боятся Причем боятся Еще и друг друга Самое потрясающее Что люди боятся Друг друга Люди боятся Людей Поэтому у людей К друг другу Нет доверия Вообще никакого Люди не доверяют Людям Потому что нас учили Этому Что нельзя Блядь доверять А хочется А ведь иногда хочется А внутри какой-то блок И у того блок Блядь И вот это все Общество разделенное Между собой Поэтому нет возможности У людей сплотиться Потому что Вас разделили Вы не можете Проявить А вот грибы И все растительные Вспомните Хипареи Да 60-е годы Какие были 60-е Там Тимоти Лири Как раз был Тернс Макена Вот Там была эпоха Хипареи Эпоха детей цветов Они стали много дуть Тогда вообще Там был легалайз Вообще всего И там вообще Власть охуела Почему Потому что Они дети цветов Были И они Они просто Стали настолько В себе Уверены Ими перестали Управлять И там Пересажали Всех Вообще Блядь Там вот Если вы Почитаете Что там происходило Вы охуеете Что там было Общество стало свободным Это перестало нравиться Власти И все И стали запрещать Марихуану Все нахрен стали Позапрещали Да потому что Подохуели Блядь Что все Блядь Все не так Как надо А власть Сами вот Вдумайтесь Просто в слово Власть То есть Над вами Есть власть Вы настолько Никчемный Никакой Что над вами Есть кто-то Кто имеет Над вами власть И это все Общество Это вся Весь мир Блядь Весь мир То есть Вы никто Вы по сути Блядь Над вами Кто-то есть Кто вами Там Кто вам Говорит Что надо То есть Когда ты на это Задумаешь Ты просто охуеваешь И ты такой думаешь Схуя А схуя Мне нужна власть Я ее не выбирал Да То есть У вас есть родители Которые Там Дали вам жизнь Да Которые заботились Выпустили вас в мир Все Но власть Это не Одно Одно дело Когда это Да Власть как родители Я могу понять Если бы власть была Как родители Она бы пеклась бы О своих детях О своих гражданах Она бы пеклась Заботилась Она была бы Как бы Она вас Растила С любовью И заботой Вот это было бы Зашибись Вот это идеальное Для меня мир Идеальное государство Где все бы сотрудничали С друг с другом Где власть была бы Реально как родители Это были бы Просто очень мудрые люди Старцы Назовем их старцами Да Вот Это тогда было бы Заебись Но когда есть власть Да Ожиревшие Охуевшие В конец Обнаглевшие Да Морды Которые Блядь Просто Обдирают Народ Которые Манипулируют Вселяют Страх Вот И ты думаешь Блядь Пиздец Кто их выбирал Блядь Как они там все Оказались Вообще Ну явно народ Их не выбирал Мне кажется Народ Ну как бы Народ же в здравом уме Находится И поэтому вопрос Кто выбирал Так Ребят Мне надо заканчивать У меня Прямой эфир В закрытой группе Там я поговорю Уже больше о сексе Сексуальной энергии О травмах Сексуальных Бла-бла-бла Короче Обо всем на свете Вот Полторы тысячи стоит Ну я люблю Доминировать В сексе И это доминация Я не люблю Власть над людьми Вы меня не поняли Власть над людьми Это когда ты Владеешь рабами Это твои рабы А секс Доминация Это игра Вы что-то путаете Не путайте Пожалуйста Хуй из гусиной шеи Да Секс игра И доминация Это одна история А власть Блядь Когда человек Владеет Блядь Целым Рабами Блядь Армии Это немножко другая Блядь Идея И там у них Типа знаете Власть Блядь Вы такая тупая Какая я лесбос Какая я нахуй лесбос Кто такая лесбос Ты знаешь Что такое лесбос Как появилась лесбос Кто была первая лесбос Дорогая моя Если не знаешь Тебе же сказали съебаться Так вот Блядь Короче Я тебя заебань Уже Ты меня заебала А нет Сейчас Подождите Так вот Да Прямой эфир Прямой эфир Сейчас будет Через часик Полторы тысячи Стоит участие И Значит Он будет Как раз о сексе Вот Пишем сейчас мне Потому что Еще есть места Но там уже Прилично человека Я сейчас рассмотрю Да Я сохраню Я сейчас Буду на ваши Там вопросы отвечать Вот Поэтому пока Есть возможность Пишите Да Пробовала Блядь Это эфоретик Он твое подсознание Глушит И все И тебя расслабляет И ты там становишься Одна эрогенная зона Блядь Все Про эфоретики Про всякие Секс-стимуляторы Я тоже в закрытой группе Рассказываю Скоро у меня там эфир Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...